Уж и не знаю, успели ли вы наломать дров к концу года, но если да, то они будут очень кстати. Ибо сегодня мы будем делать ёлку из палок. Угу. Делать её очень просто, куда сложнее разыскать эти самые палки в большом городе. Так что об этом лучше подумать заранее и отправиться на поиски в сказочный дневник. Когда оттуда вернётесь со своим багажом, следующее, что вам нужно будет сделать, застелить рабочую поверхность, которая станет скорее всего ваш пол, газетками или чем-то ещё, чтобы пол этот не ухайдокать. Кроме палок для нашей ёлки нам понадобится пила, если только вы сами не пила. Акриловая белая краска-спрей, суперклей, бечёвка, фигурки сказочных лесных животных из детского отдела, шишки того же леса, блёстки. Какой праздник тут блёсток-то? Лампочные гирлянды и разные ёлочные украшения на своё усмотрение. Итак, приступим. Сначала распиливаем наши веточки так, чтобы получилась ёлочка. Самая первая ветка побольше, потом поменьше, потом совсем поменьше, потом вообще маленькая, потом малюбасенькая. Ну, вы поняли. Я решила, что у меня будет ёлка из семи веток. Когда всё распилено, нужно слегка припорошить снежком, а точнее акриловой краской-спреем нашу ёлочку. Полностью вымеливать её я не стала. Мне кажется, когда видно дерево, так краше. Теперь, конечно же, посыпаем нашу ёлку блёсточками. Теперь наши веточки нужно с помощью бечёвки между собой скрепить. Крепим палочки друг к другу с двух сторон верёвкой. Просто привязываем на крепкие узёлки. И вверху делаем такую петельку, на которой это всё и будет держаться. И обматываем гирлянды. Я выбрала холодный белый свет, наподобие холодного лунного света в лесу. В новогодний лес. Ну что ж, пора отправить на нашу ёлочку невиданных зверей. Сначала я хотела их приклеить, но в процессе оказалось, что это так не работает. Так что я вооружилась в итоге той же бечёвкой и просто прикрепила зверюшек, как игрушки, к ёлке. Точно так же поступила с шишками. Добавила ещё парочку декоративных снежинок и вуаля! Ёлочка горит! Всех вас наступающими праздниками! Нажигайте свои ёлочки, читайте под ними книжечки. Ну и счастья в новом году! Пока-пока!